Вот так, ребята, почти лес, только слышна дорога. А так, ребята, Кремлёвская стена. И я стою среди грибов. И большой лоб, обычный. А я думаю, ребятишки утром всё обчищают. Ребятишки не могут всё обчистить. Разные люди разные видят. А и он находит. И я нахожу. Только в разных местах. Конечно, ребята, обычно все мы ищем грибы в лесу. Но сейчас нелёгкая судьба грибника привела меня под стены Кремля. Меня пока ещё не задержало ФСО. Может быть, спят они так рано утром. Я просто приехал сюда пораньше, чтобы, честно сказать, было поменьше народу. А то чувак в камуфляже с корзинкой, я думаю, вызовет настоящие подозрения. Ну, надеюсь, меня за террориста не примут всё-таки. Так вот, ребята, эти белые шарики прямо тут. Грибница всё ближе и ближе подкрадывается к Кремлю. Я не знаю, конечно, к чему это. Не моё дело, политика. Но, ребята, я тут нашёл не только. Стоило, ребята, мне прийти к воротам, в которые обычно въезжает президент. И я сразу наткнулся на газончики в Александровском саду. На белые шарики. И вот они, в 10 метрах от Кремлёвской стены. Подходим всё ближе. И вот мы их выкручиваем. Вот один, а вот второй. Я думаю, ребята, это особый вид. Кремлёвский шампиньон. Ну вот, ребята, ещё один. Их тут было всего три. Немного, но Кремль никогда щедростью не отличался. Шампиньоны же, вы знаете, прекрасно можно есть сырыми. Поэтому сейчас попробуем его на вкус. Прямо тут, в Александровском, ребята, в саду. А вот, ребята, ещё один шампиньончик. Мы его тоже выдерем. Рядом сбитый со мной шампиньон. Мы не гордые, мы его возьмём. Вроде бы нормальный грибочек. Грибы в городе, конечно, лучше не собирать. Но, ребята, это дело не касается кремлёвских шампиньонов. Для них можно сделать один раз исключение. Даже мыть его не буду. Земля-то тоже почти священная. Настоящий грибник найдёт грибы везде. Даже в Кремле, даже под кремлёвской стеной, даже ФСО нас не остановит. Потому что мы, ребята, грибники. Это, кстати, звучит гордо, я так думаю. Так вот, грибница всё ближе и ближе подкрадывается к Кремлю. Помните, ребят, фильм Курёхина и Шолохова «Ленин. Гриб». А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в среде своём практически индиентичны. Я, честно сказать, не хочу проводить аналогии. И, надеюсь, наш президент всё-таки не является грибом. Хотя грибницу он наверняка уже пустил. Ну, в общем, ребята, грибница подкрадывается всё ближе к Кремлю. Я не знаю, к чему это, к счастью или, может быть, к какому-нибудь большому пи***у. Но, тем не менее, ребята, за стеной всё руководство страны, а в 20 метрах от них растут грибы. А пока, ребята, собирайте грибы везде, даже у Кремлёвской стены. Нас, грибников, ничто не остановит. Ребятам, прямо скажем, чувствуется такой особый кремлёвский привкус. Я не знаю, местные повара собирают тут грибы или нет. Я бы на их месте или на месте соседних ресторанов послал бы сюда таджиков, пособирал бы тут грибочки, пока ФСО не просекло. Какая-то тема – кремлёвский шампиньон. Особый вкус.